В один из дней 29-го года меня вызвал профессор Мар. Зачем вам Египет? Вы же понимаете, что никогда туда не поедете. Обратите свой взор на Кавказ. Есть такая страна восточная, Ванское царство, Урарту, которое надо разыскать. И Борис уезжает в свою первую экспедицию в Армению. Ему 21 год. И он не знает, что этой простой фразой надо разыскать, профессор выбрал ему судьбу. Впрочем, романтики экспедиций, открытий книг в его жизни могло и не быть. Экспедиции на Кавказ продолжались. Годы поисков, сотни километров горных дорог, но никаких следов древней культуры Урарту найти не удавалось. Девять лет я ходил по Армении. Девять лет я ел армянский хлеб, лаваш. И вот около родников, когда выпьешь эту воду и положишь ноги на рюкзак, приходят самые умные мысли. Самые умные мысли приходят у горных родников. Сентябрьским вечером 1939 года археологи поднялись на Кармир-Блур. Красный холм, в переводе с армянского. На завтра назначен первый день раскопок. Ученые были почти уверены, что древняя крепость Урартов где-то здесь, под ногами. Но откуда именно начинать раскопки? Где ее искать? Спорили допоздна. Ночью пошел сильный южный ливень. А наутро их ждало чудо. Дождь прочертил контуры древних стен, открывая археологам план крепости, павшей три тысячи лет назад в битве со скифами. Это была мировая археологическая сенсация 20-го года. Вот город, который разрушили, он весь обвалился. Он весь обвалился и все осталось как было. Таких, в общем, мест почти нет. Ну вот вроде Помпеи, которых разрушил в земле Треселина. Об открытии Бориса Петровского заговорили историки всего мира. А ему было всего 30 лет. Каждый год раскопок Урарской крепости приносил уникальные находки. Как они радовались каждой из них. Однажды, любимица Петровского, Репсиме Джан Паладян, откопала бронзовую статуэтку Тей Шебе, урардского бога войны. Стоял июнь 1941 года. И смысл этого страшного символа они поняли скоро.